Это одно из самых древнейших видов оружия. Конструктивно состоит из нескольких соединенных звездообразных острых штырей, направленных в разные стороны. Если бросить его на землю, то один шип всегда будет направлен вверх, а остальные составят опору. Что же это за оружие? В основном у самого распространенного типа этого оружия концы четырех штырей соответствовали вершинам правильного тетрайта. Заграждение из множества разбросанных единиц данного оружия было довольно эффективно против конницы, а также применялось против пехоты, боевых слонов, верблюдов. Длина каждого стержня около 5 см. Толщина у основания 0,8 см. Стержни могут оканчиваться зазубриной, как у рыболовных ключков. Подобный тип оружия или подобное ему активно использовался разными армиями, партизанами в период с глубокой древности вплоть до сегодняшнего дня. Так, например, персидская армия в битве при Капгамеллах в 331 году до н.э., российская армия в Болдавском сражении 1709 года, в Бородинском сражении 1812 года и т.д. Данное оружие активно использовалось русскими казаками-землепроходцами при обороне своих острогов, укрепленных пунктами, как один из элементов обороны. Например, подобное оружие использовалось в марте 1655 года при обороне Кумарского острога, которую вели казаки во главе с Ануфрием Степановым кузнецом против манчжура-даурского войска Цинской империи. Рассыпанное в массовом порядке на земле перед рвом острога, оно поражало конницу и пехоту. Наступив на него, воин не погибал сразу, но терял часть своей боеспособности, а войско замедляло ход и становилось мишенью для метательного оружия. Кстати, такие штуки активно использовали вьетконговцы в партизанских засадах против армии США во Вьетнамскую войну. Для противодействия такому оружию американские солдаты были вынуждены использовать ботинки со вставкой в виде стальных пластин. В фильме «Рэмбо 5. Последняя кровь» Джон Рэмбо при подготовке дома к обороне использует сам принцип действия данного оружия. Интересно то, что в отчете русских казаков-землепроходцев якутским воеводам в 17 веке это оружие называли «Чеснок по тайне». Сегодня данный тип оружия используется в том числе в качестве противоавтомобильного заграждения, а также в иных целях специальными силовыми структурами.